Эта программа говорит губерния. Сейчас будем говорить о ситуации на рынке топлива. Эта тема и сама по себе такая острая. Насколько помню, всегда говорят о подражании топлива, о его дефиците. Но, а учитывая, что творилось в начале года, к этому особенно обострено внимание наших зрителей. Приходят практически каждый день фотографии, письма, возмущенные комментарии по поводу того, что якобы из-за того, что в Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе была реконструкция или ремонт, вот из-за этого исчезло топливо, подорожало. Что на самом деле творится на оригинальном рынке топлива, расскажет наш гость Алексей Морозов, исполняющий обязанности председателя комитета правительства Хабаровского края по развитию топливно-энергетического комплекта. Ну, во-первых, реконструкция там закончилась? Добрый вечер. Да, реконструкция закончилась. Ну, это не совсем реконструкция, это ремонтные работы. Плановые ремонтные работы, которые проходили с 19 апреля. И плановые должны были закончиться 31 мая, но они закончились несколько раньше, 20-21 числа. Завод вышел уже на производительность. Уточню. Все-таки были плановые работы, потому что много писали о том, что на самом деле что-то там рвануло. Но если мы говорим о тех работах, которые проводились в январе месяце, то был планово-предупредительный ремонт, в результате которого выявились незапланированные неполадки и в результате этого возник коллапс. После этого в апреле еще раз проходили работы, более уже существенные, плановые, вот о которых я и говорю, которые закончились в мае месяце. Алексей Анатольевич, говоря о топливе, говоря о бензине, конечно, не о ценах я вас не могу не спросить. Каждые две недели в среднем ценник на заправках меняется. Причем это касается и желтых заправок «Роснефть», и зеленых заправок «ННК Альянс». Даже я могу сказать по себе, что еще если в январе, как раз перед началом того кризиса, 95-й 43-44 рубля стоил, то сейчас он уже 48-49 рублей стоит. Что происходит? Почему так происходит? Но хотелось бы сказать, отметить, что это никоим образом не связано с ремонтными работами, которые были и в январе месяце, и в апреле-майе месяце. Это общая тенденция. В январе месяце подорожание ГСМ было не только в нашем регионе. Мы проверяем ситуацию по ценам, и в 75 регионах происходило. Это связано с тем, что большая часть нефтепродуктов все-таки устремилась на экспорт. Это связано было с мировыми ценами. И потом были предприняты мероприятия, чтобы все-таки увеличить количество нефтепродуктов на внутренний рынок. Мы писали, за подписью в Рио губернатора было направлено письмо и в правительство Российской Федерации, зампреду, курирующему вопросу Новаку, о том, чтобы все-таки увеличили количество нефтепродуктов на бирже. Реализация их проходит на Санкт-Петербургской товарной бирже. Значит, были с 10 до 11 процентов увеличены реализация бензина и с 6 до 7,5 процентов реализация дизельного топлива. После этого несколько стабилизировались цены, потом опять они пошли. В марте месяце Александр Валентинович Новак, это зампред правительства, который курирует данные вопросы, говорил о том, что все-таки цены на нефтепродукты по вертикально интегрированным компаниям, то, что вы называли ННК, Роснефть, будут в пределах инфляции. Это за счет демпферного механизма, который у нас не первый год в стране производится. Он исключает влияние колебания цен на бирже с учетом падений, возрастаний, а предусмотрено планомерное увеличение, опять же, в пределах инфляции. Но этот демпферный механизм, он никоим образом не регулирует цены независимых компаний. У нас, если брать по Хабаровскому краю, примерно равное количество вертикально интегрированной компаний, Винки так называемые, у них 106 заправок в крае находятся, а независимые 110. Так вот, независимые покупают все нефтепродукты только на бирже. И там вот эти колебания очень сильно как раз влияют на цены на заправках вот этих независимых компаний. Хорошо. Смотрите, не первый год идет разговор о том, чтобы ввести, ну, так называемое, субсидирование на железнодорожные перевозки в сторону Дальнего Востока. Топливо, я знаю, были обращения в то же правительство России. Вот двигается эта история куда-нибудь или пока все вот на уровне обращений и стоит? – Хороший вопрос. И как раз вот для уменьшения стоимости по независимым компаниям и являлось бы уменьшение стоимости на железнодорожные перевозки. За подписью в Рио губернатора на Мишустина было направлено письмо о том, чтобы все-таки ввели компенсацию за перевозки. Там определен размер, это в расчете 4 рубля на литр. Правительство рассмотрело этот вопрос, согласилось, ФАС дали добро, Минэнерго. Но пока весь вопрос упирается в то количество денег, которое необходимо компенсировать железной дороге за вот эти дотации, которые будут. – Давайте все-таки вернемся к началу года. Рост цен, конечно, это ужасно, но еще гораздо хуже, когда бензин просто исчезает, как было в Хабаровске. – И не только в Хабаровске, по всему дальнего вина. – Проанализировано все-таки, чья была вина? Кто должен был это предусмотреть? НПЗ? – Вот если мы говорим о том первом случае, то получилось незапланированное увеличение работ, но никто не предусматривал. Да, на короткий период был предусмотрен запас, его не смогли обеспечить. наказали людей из правительства, кто вовремя не смог анализировать вот эту ситуацию. – Наказали это в воле или как? – Нет, пока нет. – Но самое главное, чтобы этого не было в будущем. Отходят слухи про ремонт уже на комсомольском заводе. – После того, как прошел этот коллапс, решили сделать все-таки вывод из этой ситуации с целью, чтобы не повторять его. В феврале месяце был организован оперативный штаб при губернаторе, в котором вошли и представители правительства, комитета ПОТЭК, Ростехнадзора, прокуратуры, прокуратуры ФАС, представители заводов комсомольского, хабаровского нефтезаводов и те предприятия, которые реализуют. Это Хабаровск нефтепродукт и Восток нефтепродукт. И вот благодаря этому, благодаря тому, что все-таки были направлены письма руководителям ВИНКОВ, началась плановерная заготовка, запасы. И к началу ремонта на Хабаровском нефтезаводе запасы по различным видам топлива составляли от 18 до 40 дней. И причем потом по мере расходования проходили так называемые револьверные поставки, то есть по мере расходования дополнительно шли еще эшелоны. То есть до конца ремонта еще был достаточный запас того топлива, которое было накоплено в результате вот этих поставок. Но я так понимаю, этот опыт будет использованный при плановых работах на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе? Да. Вот у нас еще что, получалось так, что одновременно в одно и то же время примерно планировались сроки ремонтных работ на Комсомольском и Хабаровском нефтезаводе, вот чтобы исключить, ну, какое-то негативное, ну, возможное какое-то стечение обстоятельств. Поэтому было направлено письмо, опять же, за подписью в Рио губернатора на руководителя Роснефти с тем, чтобы эти сроки ремонта разъединить. И в августе месяце уже предстоят работы на Комсомольском нефтезаводе. Алексей Анатольевич, еще один вопрос по поводу ценообразования. А вот закрытие нефтепровода АХ «Комсомольск-на-Амуре», которое произошло в этом году, окончательно полное закрытие, соответственно, сырье, то есть нефть, стали, опять же, вести железнодорожными составами. Это не могло сказаться на ценах? Нет, ну, опять же, вот вернемся к тому, что цены, если бы такое произошло, цены возросли только у нас в регионе. Цены растут по всему, по всей России, по всем регионам. И это никаким образом не связано с нефтепроводом, который идет с Сахалина сюда на нефтезавод. Это, возможно, связано с коронавирусом. Мы как-то неделю назад говорили с министром строительства. Он объяснял, что во всем мире растут цены на жилье и на строительство, потому что весь мир после коронавируса бросился строить. По законам экономики спрос рождает предложения, соответственно, растут. С бензином то же самое? С бензином я бы не делал такую хронологию или взаимосвязь. Здесь какая разница? Все равно люди все продолжают ездить, все работают. А тогда почему цены растут? Почему цены растут? Потому что инфляция идет. Они растут больше, чем на инфляцию, несмотря на все данные, которые дает нам официальная статистика. Еще раз говорю, январь. 42, по-моему, или 43 рубля. Сейчас 48-49 рублей. 95-й бензин. Это же не инфляция. Даже если смотрим по независимым нефтетрейдерам, которые реализуют топливо в северных районах, там гораздо больше даже. И по каждому такому случаю увеличения цены мы обращаемся в УФАС Хабаровского края с целью проверки законности увеличения стоимости. Пока ни одного случая по всем этим увеличениям стоимости не было противозаконного. То есть УФАС находит все причины по увеличению уважительными. И ни одного случая наказания не было. Ну, по крайней мере, на территории Хабаровского края нет мест, где бы не было бензина и дизельного топлива, да? Нет. Если у вас, уважаемые зрители, есть данные, вы присылайте к нам. К нам часто действительно пишут, показывают ценники. Вот посмотрите, как раз тут. Это да. Но чтобы бензина где-то не было, ну, давно уже не присылали такого. Ну, буквально на прошлой неделе как раз оперативный штаб собирался с целью того, что на заправках независимого нефтетрейдера флагман в городе Комсомольске, а там ему принадлежит 10 заправок из 20 всего в городе имеющихся, рассмотрели эту ситуацию, оперативно обратились в Хабаровск нефтепродукт, в Восток нефтепродукт, и руководство, созвонившись с Москвой, получило указание о том, чтобы все-таки реализовать. И с воскресенья реализация это началась, и дальше сейчас продолжается. То есть ситуацию эту выправили. Ну, в любом случае, я напоминаю, что оперативный штаб краевого правительства по вопросам топлива, он собирается ежедневно, да? Ну, он не ежедневно, в период проведения ремонта это было еженедельное. Вся эта информация предоставлялась в Рио-губернатора края с тем, чтобы все-таки принимать решения правильные, ну и чтобы руководство было... И механизм предотвращения таких ситуаций, которые было в начале года, можно сказать, отлажен, да? Ну, можем сказать, да. И мне хотелось бы сказать, что с того момента, как работают, существуют эти заводы, каждый год происходит планомерный ремонт заводов, но никогда еще... В этом году первый раз было. Это первый раз, это вот было... Плановые ремонты идут каждый год, что в Комсомольске, что в Хабаровске. Да, примерно от 30 до 40 дней они каждый год, каждый завод выполняют. Мы никогда не ощущали на себе вот такой ситуации, которая приключилась в январе месяце. Ну, если будут тревожные звоночки от наших зрителей в регионах, мы вам будем пересылать информацию. Ради бога. У нас в гостях был Алексей Морозов, исполняющий обязанности председателя комитета краевого правительства по развитию топливно-энергетического комплекса.